Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов у микрофона ведущая Саргалана Антонова. 5 июня российские экологи отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день окружающей среды или День эколога – отмечается во многих странах. Этот праздник был установлен в 1972 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду. Учреждение и проведение Дня эколога в России подчеркивает, конечно же, важность профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений, общественных экологических организаций и всех, кто способствует сохранению природы. Ведь вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными в политической, экономической и общественной жизни государства, являются одной из задач национальной безопасности. Итак, сегодня гости нашей студии – экологи, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Якутия Эдуард Валерьевич Пихтин. Добрый день. Здравствуйте. И заместитель руководителя Департамента по водным отношениям и экопросвещению Владислав Александрович Вилигура. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Эдуарду Валерьевичу. На контроле, конечно же, у вашего министерства очень широкий и жизненно важный круг вопросов. И, конечно, хотелось бы начать с оперативной обстановки по паводку. Какова ситуация на сегодняшний день? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, по анализу гидрологической обстановки на территории республики Саха-Якутия, ледоход продолжается. И уже, можно сказать, заканчивается на реке Лена в районе Булунского района и на реке Яна в районе Устьянска. А по остальным всем рекам, это Колыма, Индигирка, Алазия, ледоход прошел. Сейчас он уже идет в Устьевой части рек. В принципе, ледоход прошел, конечно, с осложнениями. Были проблемы у нас в Алёкминском районе по паводку, Наамский район затронуло. Но это все из-за ледовых заторов. Ледовые заторы у нас возникали ниже поселка Алёкминского района. Ну и также Наамский район пострадал. Ну, в принципе, дальше уже река пошла, как говорится, по своим установленным канонам и нормам. На удивление, на реке Колыма, Колыма вышла одновременно с рекой Леной, вышла даже чуть раньше. Вот мы опасались по гидробилетню то, что будет затопление в районе Зырянка, Верхнеколымского района, Среднеколымский район, город Среднеколымск. Но на удивление, она прошла ниже среднемноголетних уровней паводок прошел. Ну, в принципе, вот так, по ледовой обстановке. А сейчас уже у нас подходит черная вода? Да, сейчас у нас подходит черная снеговая вода. Есть, конечно, отмечаются небольшие уровни подъема воды. Это у нас Ленский район, Алёкминский район. Сейчас вода поднимается также на Амге, на Алдане. Но они незначительные, опять же, повторяюсь, это в районах где-то 40-1 метра. И потом дальше уже идет спад. Вот сейчас вот у нас поднялся уровень Варбын, это на Амский район. Ну, там до критического еще 30 сантиметров. Как бы это все под контролем. Служба спасения и Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности населения, они контролируют ситуацию. Спасатели там на месте находятся. Ну, работа под контролем правительства. А вообще, как шла подготовка к весеннему половодию? Какие противопаводковые, предупредительные мероприятия проводились на реках? И вообще, как шли работы по ослаблению прочности льда? Да, спасибо, вопрос. Министерством экологии работа по предпаводковым мероприятиям проводится в трех направлениях. Это, как вы сказали, ослабление прочности льда на малых реках республики. Второй вопрос, это второе мероприятие, перечень работы, это дноуглубительные руслоочистительные работы на малых реках, опять же повторяюсь. И третье направление, это безопасный пропуск паводковых вод подведомственного учреждения, исполнительная дирекция по водному хозяйству республики. У нас есть подведомственное учреждение, которое занимается и методической помощью муниципальным образованием по подсчету ущерба, также и отрабатывая по водохозяйственным мероприятиям. Так, ну, по ослаблению прочности льда у нас были проведены работы на 31 затороопасном участке в 9 муниципальных образованиях на площади 213 гектар. Работы были проведены вовремя, со сроками. 15 апреля мы, подрядчики, выполнили все поставленные задачи, все работы, и успели до 20 апреля сдать межведомственным комиссиям. У нас приказом были назначены межведомственные комиссии по приемке этих работ, потому что это средства федеральные, и мы отчитываемся перед Росводоресурсами федерального агентства. По второму мероприятию, это дноуглубительной работы, в 2020-2021 году мы провели огромную работу в горном районе, это в районе села Бергидистях на реке Матта, очистили там русло реки, там общая стоимость составляла порядка 12 миллионов рублей. Это 2020-2021 год, успешно сдали. И, как показал Паводок этого года, работы были проведены хорошо и с эффектом. Был эффект, подтоплений никаких не было. Сейчас ведется работа в Амеконском районе, это в поселке Уснера, в самом поселке Уснера. Там есть три ручья. Ампор Сытыганцы, ручей без названия, и Сытыганцы. Ампор и Сытыганцы, да, правильно. В прошлом году мы начали эти работы, в этом году в конце года мы завершим. Там общая стоимость порядка 21 миллиона рублей. Есть подрядчик определен уже с прошлого года, работа ведется. Я думаю, что в этом году мы завершим эти мероприятия. Ну и третье наше направление, это у нас, как еще раз сказал, есть подведомственное учреждение, исполнительная дирекция по водному хозяйству. У них на балансе, в оперативном управлении находятся три хвостохранилища. Это Лебединская, Куларская и Депутатская. Горно-богатительная фабрика, это ГОК-хвостохранилище. И плюс два объекта, это незавершенная стройка, город Якутск, инженерная защита. И Зырянка, там берегу крепительной работы в поселке Зырянка. Средства госпрограмме предусмотрены, там в размере 25 миллионов рублей. Работы планово завершены перед паводком, а в поселке Зырянка работы будут завершены после прохождения паводка. Ну там текущий ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений. Ну работы проводятся в плановом режиме. Эдуард Валерьевич, довольно актуальным вопросом для населения, некоторых населенных пунктов в последнее время стали обрушения берега, да, под угрозой разрушения дороги, жилье, дворы. Какая работа проводится по берегоукреплению? Да, вопрос хороший. В этом году в рамках госпрограммы воспроизводства водных ресурсов, федеральная целевая программа, мы подписали соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов на субсидию в размере 733 миллиона рублей. Это федеральное финансирование. Плюс наше софинансирование, общий объем финансовых средств 781 миллион, это на берегу крепительной работы села Верхний Вилюйск в районе, короче, села Верхний Вилюйск. Контракт заключен, заключен рано, мы заключили его с опережением всех графиков в феврале месяце. Сейчас работы ведутся, уже определенная работа проведена, но вот именно сейчас, вот в этот период, работы приостановлены в связи с тем, что идет паводка. Вот, ну, чтобы в пустую не сыпать, как говорится, грунт, чтобы потом его не смыло, работы приостановили, и возобновление работ начнется с 1 июля текущего года. Вот, срок строительства у нас, это 22-24 год, работы ведутся планово, ну, отрабатываем. В этом году от паводка пострадали дома, дворовые территории в ряде районов. Что Вы можете сказать по возмещению ущерба? Да, в этом году паводок нам преподнес сюрприз определенный. Пострадали 18 населенных пунктов в ряде районов. Это Алёпинский, как я говорил, городской округ, город Икутск, Усть-Алданский, Наамский район, Медино-Кангаласский, ну, и Среднеколымский, там, село Березовка. Да, сейчас в зону затопления попали у нас 202 жилых дома, в которых проживает 1053 человека. Вот, муниципальными образованиями оперативно были созданы комиссии по почету ущерба. Вот, тоже была оперативно оказана методическая помощь подведомственным учреждениям, исполнительной дирекцией. Они очень плотно отработали, и уже даже вот на сегодняшний момент в Алёпинском районе деньги уже люди получили. Вот, именно это единая материальная помощь в размере 5000 на человека, плюс финансовая помощь по утрате имущества, это 10 и 20. Ну, если не полная, то 10, если полная утрата, то 20 тысяч на человека люди получили. Плюс ещё там по распоряжению глав муниципальных образований не возобравняется помощь, дополнительная финансовая помощь, это уже по отдельному решению главы наследия или главы района. Но работа ещё до конца, я и сейчас не говорю определённые чёткие цифры, потому что сводный реестр финансирования ещё формируется. Вот, ещё не всё подсчитано, потому что и объекты жилищно-коммунального хозяйства пострадали, и размыты дороги в определённых населённых пунктах. Сейчас идёт сбор, оценка этого повреждённого имущества, и, соответственно, после того, как уже все акты будут подписаны и готовы, мы уже скажем конкретную цифру и будем отрабатывать на уровне правительства. В ряде районов уже наступила сухая, у нас жаркая погода, да? Какова оперативная обстановка по пожарам? Да, в этом году была проделана огромнейшая работа от правительства республики совместно с Рослесхозом Российской Федерации. В республику дополнительно были влиты средства в размере почти миллиарда 200 миллионов рублей. На вот эти средства, ещё плюс, были предусмотрены свои средства из республиканского бюджета. На эти средства мы усилили лесопожарные формирования, это у нас два лесопожарных формирования, ГУД Лесресурс, который обслуживает наземные пожары, и Лесавиоохрана, это именно по мониторингу и тушению воздушным способом. Там порядка на 500 человек усилены были эти организации. Каково финансирование в этом году и выделено ли оно на сегодняшний момент? Да, на сегодняшний момент нам уже на обеспечении охраны лесов от пожаров и средства федерального бюджета, вот как я сказал, увеличено до 1 миллиарда 619 миллионов рублей. Также плановые параметры государственного бюджета республики на реализацию полномочий по охране лесов от пожаров увеличены до 912 миллионов. В 2021 году были средства в размере 383 миллионов, это почти на 600 миллионов рублей. На эти средства закуплена, соответственно, техника, и работа проделана огромнейшая. Дорогие друзья, сейчас мы пройдемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Министерством экологии и предопользования лесного хозяйства проводится работа по рекультивации куларской золотообогатительной фабрики. Вот госконтракт заключен еще в прошлом году на сумму порядка 820 миллионов рублей. Подрядчик у нас главстрой фирма, наша испытанная фирма. Работы, лимит прошлого года освоили 100%, работы ведутся, продолжаются. В этом году успели подрядчики закупить очистную станцию и перевезти ее в район... Мы сами понимаем, что это район Крайнего Сеера. Логистика транспортная очень тяжелая. Успели туда перевезти очистную станцию. Сейчас ее устанавливают и начнут... Как только стабильные плюсовые температуры установятся, будут уже с очисткой сбрасывать воду с чаши хвостохранилища. В прошлом году выработали верхний отсек, который был без воды. После того, как они сбросят уже с нижнего отсека воду, уже начнут именно перевозки... Ну, в смысле, добычи и перевозки вот этих всех илов, для того, чтобы их уже хоронить в установленном порядке, ликвидировать. Да, в этом году нам предусмотрены средства в размере 451 миллиона рублей, лимит этого года. Ну, я думаю, что... Ну, подрядчики добросовестные. Я думаю, что в этом году этот этап они завершат. Ну, и останется 2023 год. Это на рекультивационные работы, ну, и, соответственно, сдача уже Росприроднадзору, нам, всех выполненных объемов работы. Владислав Александрович, давайте теперь перейдем к вам. Наша республика была в числе первых в стране, которая приняла региональный закон об экологическом образовании и просвещении. Какова цель вот этой системы? Расскажите нам, пожалуйста, вкратце. Так, ну, закон об экологическом образовании и просвещении в республике Саха-Якутия был принят еще в 2005 году. Хотелось бы, конечно, сразу, пользуясь случаем в преддверии Дня эколога в России и Дня окружающей среды, сказать спасибо тем коллегам, старшим товарищам, которые стояли у истоков вообще закладки системы экологического образования и просвещения в республике. И авторами этого закона были, ну, наши старшие коллеги, это Сосина Альбина Яковлевна, Гоголева Просковья Алексеевна, Дмитрия Валентина Иннокентиевна, Васильева Галина Сафроновна, Кривошапкина, Ольга Милинтовна. И, как бы, не всех, если их называть, конечно, их очень много. Любовь Даниловна Киприянова, вот, как бы, вот, они до сих пор нами сейчас поддерживают связь, они, как бы, являются нашими советчиками, нашими, как бы, старшими товарищами, ну, и мы продолжаем эту работу. А вообще, конечно, вот, с 2005 года, так как закон уже у нас появился, именно теме экологического образования и просвещения стало уделяться огромное внимание. И, ну, наверное, все жители Республики Саха-Якутия отмечают, что за вот эти несколько лет, прошедших, да, все-таки экологическое осознание населения, оно меняется в лучшую сторону у нас в Республике Саха-Якутия. Тема экология, именно образование, просвещение, она внедрена практически с малых лет, начиная с детских дошкольных образовательных организаций, ну, и до, получается, достученчества. Ну, я думаю, все ребята, которые заканчивают наши университеты, средние специальные образовательные организации, они, конечно же, вот, именно тему экологии уже собой привносят уже в свою какую-то профессиональную деятельность. Ну, и поэтому говорю, что 2005 года у нас устоялась эта система, она сейчас продолжает развиваться, какие-то новые подходы, новые какие-то, ну, приближенные к реалиям нового времени, какие-то новые методы появляются. Понятно, конечно, что система экопросвещения не может работать без образовательных органов. А вообще, вот, как Вы считаете, где и когда человек должен получать первые знания о бережном отношении к природе? Так, ну, конечно же, все начинается с семьи. Это ребенок в любом случае получает первые знания от родителей. И думаю, что вот, ну, с малых лет, когда человек, ну, ребенок смотрит, наблюдает за поведением своих родителей, вот именно там закладывается та основа, именно отношение к природным средам, к природе, ну, и вообще-то то, что происходит вокруг. Ну, и, конечно, дальше мы уже совместно с Министерством образования и другими нашими партнерами, социальными партнерами проводим работу по, ну, разным методикам через всякие различные движения по воспитанию подрастающего поколения, именно начиная с детских садов, ну, и завершая, как бы, высшими учебными образовательными организациями. Но они, конечно же, на этом не заканчиваются. Мы проводим встречи с молодежью, уже через Институт общественных инспекторов проводим уже работу с взрослым населением, да, ну, и, конечно же, те мероприятия, которые у нас проводятся в республике, охватывают, конечно, очень большое количество. — 22 апреля в Якутске состоялось открытие уже 16-й по счету республиканской акции «Природа и мы». Впервые она была проведена, как мы помним, в 2007 году, и с тех пор она, конечно, стала узнаваемой и близкой нашему населению. Вообще, какие успехи достигнуты за 15 лет? Как меняется количество участников, вообще экологическая культура, сознание людей? — По количеству участников, если, конечно, обращаться к цифрам, ежегодно идет стабильное увеличение по охвату населения, да? Ну, если так вот брать за 15 лет, как мы примерно подсчитали, сколько же человек приняло участие в республиканской экологической акции «Природа и мы». Эта сумма, ну, количество где-то перевалило за 4 миллиона. И вот я думаю, что вот это поколение, вот именно в числе вот этих 4 миллионов, оно сейчас уже несет в себе те качества, которые сейчас должен обладать современный человек, живя в гармонии с окружающим миром. Мы понимаем, что сейчас все равно антропогенное воздействие увеличивается, и именно вот экологическое осознание, которое приходит через воспитание, просвещение, образование, оно как раз закладывается вот именно через вот это мероприятие. Ну, и вот 15-я экологическая акция у нас, она как бы прошла юбилейная, мы подвели итоги за 15 лет, как бы отметили всех активистов, хотя, конечно, у нас немножко помешала вот та ситуация, которая была по эпидемиологическому состоянию, да? В любом случае, мы постарались как бы по тем рамкам организовать торжественное награждение, хотя два года мы, получается, из вот такой систематической работы немножко выбыли, мы перешли онлайн работать, да? Ну, а сейчас, вот как вы, наверное, замечаете, народ, население, вот подрастающее поколение, оно соскучилось по таким акциям, мероприятиям, каким-то научно-практическим конференциям, лекциями и так далее. Они вот активно сейчас отзываются на любой... С новым энтузиазмом, наверное. Да, с новым энтузиазмом, с новыми инициативами, вот они получаются, ну, снова продолжаем, ну, как по той системе, которая сложилась с 2005 года работать. Ну, и благодаря этой акции появилось множество интересных конкурсов, в которых принимают участие люди самого разного возраста. Это конкурсы рисунков, конкурсы фотографий. Продолжите свисок. Да, ну, это литературный конкурс. Это, ну, экология начинается от двора, конкурс, конечно, который направлен именно на семьи, да, на коллективы. Это конкурс, ну, это научно-практический конференц, как я до этого говорил. Ну, природоохранные мероприятия, это само собой понятно. Это и посадка саженцев, это и какие-то санитарные уборки, да. Вот, поэтому, ну, если так, комплекс у всех вот этих посмотреть, мероприятие, конечно, он очень обширен. И очень отрадно, что вот на местах сами вот жители, они уже как бы не ждут вот какой-то подсказки, да, они уже сами инициируют, на местах проводят, и нам уже говорят, а давайте мы с вами проведем как бы уже в таком республиканском масштабе. И получается, что вот именно инициативы с мест, они как раз берут, ну, находят такой живой отклик у населения. И поэтому, ну, стараемся, конечно, всем, всех поддержать, там, кого там методически, кого там призами, там и так далее. Ну, вот в таком плане, да, работа проводится, поэтому, ну, думаю, что эта работа сейчас, она будет, как я сказал, усиливаться, потому что вот именно вот этот перерыв, два года, он как бы в людях такой настрой как бы поднял, и они поняли, что вот, ну, надо что-то с этим делать, надо вокруг себя как-то менять. Ну, и, мне кажется, открытием, наверное, своего рода стала научно-практическая конференция, которая проводится, да, отходы в доходы, когда людей учат перерабатывать из вторсырья, учиться делать что-то новое, интересное. Естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирова-Чемосова. Они уже к 30-летнему юбилею кафедры экологии уже провели очередную конференцию отходов-доходов, где собрали очень большое количество всех неравнодушных жителей, граждан, да, которые могли показать, как же они вот именно относятся к этому вопросу, именно переработки, вторсырья, сбору, утилизации, потому что, как мы, ну, понимаем, что этот тренд, он сейчас является очень актуальным не только в Республике Саха-Якути, не только в России, это мировой тренд. Все сейчас задумались об этом, что же нам делать, как нам бороться вот именно с теми отходами, которые мы, получается, ежедневно накапливаем где-то на полигонах там или на каких-то свалках и так далее. Поэтому вот эта тема отходов-дохода, она уже как бы сейчас, если ранее, она, может быть, немножко была недопонята, а сейчас она уже, ну, в реалиях настоящего времени находит вот живой отклик у всех граждан. — Ну и вопрос сортировки мусора в последнее время тоже очень стал актуальным. Я смотрю, что вот население тоже проводит различные экологические акции на площади, например, вот происходит раздельный сбор мусора и так далее. Это тоже говорит о том, что все-таки у нас возрастает экологическая культура у населения. — Да, и самое интересное, что вот именно инициатива исходит от тех же общественников, да, от предпринимателей при поддержке государственных органов. Они вот проводят такие масштабные акции. И я думаю, что вот те задатки, которые вот сейчас как бы у нас только-только появляются, хотя мировой опыт есть, мы, конечно, должны его к своим реалиям каким-то республиканским немножко как бы их адаптировать. Да, поэтому я думаю, вот именно и самое лучшее, что вот именно от общественников, от жителей вот эта инициатива идёт. И то, что вот именно находятся вот какие-то точки взаимосвязи с органами государственной власти. — С предприятиями. — С предприятиями, да, и вот с самими жителями. Вот этот симбиоз, он... — Даже с бизнесом. — Да, он как бы, да, бизнес как раз, он является в данном случае одной из как бы главных скрипок, можно так сказать, да. Вот этот симбиоз, он, конечно, сейчас, я думаю, даст, ну, то, что мы сейчас посеяли, получается, даст хорошие ростки вот именно этого движения. Не только в городе Якутске, да, а будет распространяться уже массово, ну, и в центральных регионах, и в арктической зоне. — Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы снова пройдёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня, в преддверии Дня эколога, мы говорим о том, какая работа сегодня проводится Министерством экологии нашей республики, а также, как меняется экологическая культура нашего населения. И гости нашей студии — это заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства нашей республики Эдуард Валерьевич Пихтин и заместитель руководителя Департамента по водным отношениям и экопросвещению Министерства Владислав Александрович Великура. Напоминаем, дорогие друзья, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии — 32 0066, 32 1166. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Владислав Александрович, конечно, неотъемлемая часть эковоспитания — это, конечно же, проведение субботников. Одним из крупнейших является «Зелёная весна», которая ежегодно собирает миллионы людей по всей России. А вот как в этой акции участвует наша республика? Ну, наша республика, конечно же, является активистами. Это отражено как бы в тех отчетах и в тех мероприятиях, которые мы направляем в федеральный центр. Ежегодно наша республика по всем таким мероприятиям, ну, «Зелёная весна» — это как бы только один вариант, да, получается, то, что весной проводится. Но у нас же такие мероприятия, ну, даже вот по городу Курск, если взять, они случаются регулярно, ну, чуть ли не каждую неделю, да. Поэтому «Вода России» — федеральный проект есть. Потом есть какие-то вот «Марафон зеленых дел» сейчас, вот мы будем, наверное, тоже в этом немножко подробнее остановимся. Вот такие традиционные мероприятия, они, как бы, во-первых, ну, человека приучают, он уже их ждет, эти мероприятия, потому что они становятся традиционными. Вот если ранее «Вода России», например, это акция по очистке береговых территорий водных объектов, если раньше она была как-то разово проводилась, да, там, ко дню реки Лена, например, то сейчас уже, начиная с весеннего времени, как только вот, ну, устоится такая приемлемая для проведения вот таких акций погода, уже вот население выходит. Предположим, вот мы с Институтом естественных наук уже традиционно, там, в течение, там, более 10 лет выходим на озеро Сайсары, где весь каждый вот апрель, 22 апреля, ко дню земли проводим совместный такой, ну, субботник, акцию, да, где и участвуют и студенты, и преподавательский состав, ну, и, конечно же, сотрудники Минэкологии. К нам, как бы, подключаются и жители города Якутска, и те люди, которые, как бы, ну, неравнодушны к охране окружающей среды. Поэтому, думаю, вот «Зеленая весна», «Вода России», «Марафон зеленых дел» и все такие крупные субботники, которые проводятся по всей России, республика Саха-Якутия, там, на хорошем счету, можно так сказать, по активности именно населения, потому что, ну, нас отмечают на федеральном уровне именно как самых активных, по самой массовой участию населения. Потому что, вот, ну, вроде бы, у нас нет миллиона, да, пожителей, но в процентном соотношении мы выглядим намного на голову выше городов-миллионников, поэтому, ну, мы побеждаем, как бы, нас меньше, мало, но мы в тельняшах, можно так сказать. — Кстати, Якутия была одной из первых, кто присоединился к акции «Сад памяти», да, и вот мы знаем, что 20 мая в парке «Победы» трудовые коллективы приняли участие в посадке деревьев, да. Что дает вот такое массовое привлечение людей к памяти, да, и сколько деревьев было высажено в этот день? — Так, ну, конечно же, данная акция, она была приурочена к Дню Победы 9 мая, но у нас из-за климатических условий немножко, как бы, сдвигается срок проведения данной акции на последнюю декаду мая. И получается, что мы инициировали данный проект. Большое спасибо всем тем, кто поддержал. Конечно, это городская администрация города Якутска, да, это те коллективы, которые откликнулись массово. Если вы, может быть, наблюдали в средствах массовой информации, ну, или мы сами являлись участниками этой акции, вы, наверное, видели, насколько многочисленная была акция сама, да. И в тот день именно было посажено больше двух тысяч саженцев. Но эта акция, она не разовая, она уже была начата в 2018 году, продолжила в 2019, ну, и потом вот немножко помешала вот эта самая пандемия, да. И я думаю, что вот сейчас, наблюдая за теми саженцами, которые были посажены ранее, какая-то часть, может быть, конечно, не прижилась, но основная масса, она прижилась. И сейчас задача стоит, чтобы вот этот парк Победы, так как он такой эколого-патриотический проект, и вот именно инициация, вот этот сад памяти по всей России, именно в память о тех погибших или не вернувшихся с войны, Великой Отечественной войны, они, получается, находят поддержку у населения, и они высаживают вот эти деревья, саженцы именно в честь тех людей. Может быть, кто-то ставит именные таблички, да, в честь, может быть, каких-то погибшего родственника, кто-то, может быть, в честь каких-то знаменитых людей, да, которые тоже погибли на той войне. Я думаю, что вот именно привлечение подрастающего поколения вот к таким акциям, оно показывает связь поколений. Не дает забыть о тех годах, ну, прошлого века, да, когда Советский Союз пережил такой, ну, прошел и добился победы в такой трудной войне. Поэтому, я думаю, сейчас вот это как раз очень актуально, ну, так как все мы знаем, какие сейчас события происходят в мире. 1 июня в столице республики открылся уже ставший традиционным шестой слет «Зеленые пионеры Якутии». Да, вот кто смог попасть в эту смену, и сколько ребят вообще изъявило желание вступить в пионеры? Так, ну, «Зеленые пионеры» в республике Саха-Якутия, проект реализуется 2015 года, и еще в то время нам очень сильно помогло Министерство образования республики и их подведомственное учреждение, это Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый гор». С тех пор мы с ними очень тесно дружим, проводим много различных мероприятий. И вот в 2017 году, в год экологии, был инициирован уже проведение республиканского слета, потому что с 2015 года до 2016 года, до 2 года у нас количество ребятишек, которые вступили в ряды этого движения, начало кратно увеличиваться. И мы решили в 2017 году провести первый республиканский слет. И вот с 2017 года до 2022 года у нас в этом году шестой слет, и в день защиты детей, 1 июня, в день десятилетия создания Центра оздоровления детей «Сосновый гор», мы совместно с ними, большое им спасибо, еще раз говорю, организовали вот такой большой республиканский слет. В этом году, конечно, к столетию республики у нас 100 зеленых пионеров принимает активное участие, это ребята со всей республики, ну и плюс 26 ребят, это ребята, они более младшего возраста, мы их называем эколята, но они являются участниками вот этого движения. Получается, эколята – это более младшие товарищи, а зеленые пионеры – это уже с пятого по десятый класс. И вот 126 ребят, 100 зеленых пионеров и 26 эколят сейчас проходят оздоровление, они проходят методическую программу, подготовленную сотрудниками министерства, куда мы приглашаем активистов, педагогов, экологов. И я думаю, что вот эти 20 дней, которые они проведут в стенах соснового бора, они, конечно, станут им очень таким важным этапом жизни, именно в становлении будущих экологов. Я думаю, что в любом случае, то, что они сейчас подчеркнут дополнительно из себя, из-за их жизни, конечно, это не исчезнет. Марафон зеленых дел. Вот мы говорили об этой всероссийской акции, посвященной Дню окружающей среды и Дню эколога. Экологически мыслящие якутияне выйдут на улицы городов и села, республики, для того, чтобы очистить наши улицы, принять участие в субботнике, озеленеть дворовые территории и так далее. Каковы цели, задачи этого масштабного мероприятия? Я так поняла, что раз это мероприятие носит название «марафон», то это не просто субботник. Нет, конечно. На самом деле, марафон, он подразумевает разного вида активности, которая связана с экологической тематикой, с экологической повесткой. Это может быть, например, экоэкскурсия, да? Ну, тот же выход в лес. Для нас, может быть, якутияна – это немножко обыденно, а вот для жителей центральной части городов-миллионников это все-таки является таким большим событием. Это проведение тех же самых забегов экологических, это проведение велопробегов, использование каких-то экологически чистых видов транспорта, именно пропаганда вот этого движения. Это же, конечно, про создание каких-то экоуголков, это посещение особо охраняемых природных территорий. И получается, что субботники – это одна из тех акций, которые именно входят в этот марафон. По городу Якутску было принято решение, что все, получается, участники должны как-то быть привлечены к уборке береговых территорий городских озер и близлежащих лесов. Вот предположим, что Министерство экологии, оно выходит 5 июня в 10 часов на сопке над птицефабрикой, где качели. Мы сами были приняты решение организовать не просто субботник, а в виде фестиваля. Там будет мастер-класс по йоге, там у нас будет сама уборка проходить в виде соревнований. Поэтому думаю, что это будет интересно для всех участников. Совместить приятное с полезным. И, конечно, тем более это воскресный день. Я думаю, что те люди, которые придут на наши мероприятия, они, конечно, примут активное участие. Ну и, конечно, там будут всякие разные игры, конкурсы. Я думаю, будет очень весело. И вообще этот марафон зеленых дел, он, конечно, направлен не на разовые какие-то акции, потому что некоторые наши коллеги из улусов, районов, они уже эту акцию начали, грубо говоря, с понедельника. И вот там спортивные зарядки какие-то на открытом воздухе, на лесной территории и так далее. Вот это все является марафоном зеленых дел. И мы думаем, что когда уже будем готовить какую-то итоговую информацию, у нас обязательно будут какие-то такие большие достижения по проведению данного марафона. Да, и интересные формы этого мероприятия. Ну что же, у нас остается буквально чуть больше минуты для того, чтобы поздравить своих коллег с наступающим праздником, Днем Эколога. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, поздравляю всех с Днем Эколога, со Всемирным Днем Окружающей Среды. Прежде всего, наших ветеранов природоохранной отрасли, которые сделали, наших наставников, которые сделали для нас очень много для того, чтобы мы стали такими, какие мы есть. Вообще, наших общественников, экологов, которые благодаря им мы сообща работаем и находим нарушителей отрасли, недропользователей. Спасибо вам огромное. Особая благодарность нашим госинспекторам, которые стоят, как говорится, в овергарде наших всех проблем. Они находят, изыскивают средства и так далее. Ну, они самые первые для того, чтобы сделать нашу жизнь чище. Спасибо вам огромное. И от всей души хочу поблагодарить всех, 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 всех. Хорошо, у нас программа завершается, дорогие друзья.